Смотрите, не творите милостыни вашей предчеловеками. Матфея 4.1 Разумные и опытные земледельцы, окружая свои насаждения самым заботливым уходом, прежде всего самые растения выгоняют в рост, а затем искусно удаляют от них все заглушающие их поросли. Так же точно поступил и законодатель Моисей. Сначала он посадил в сердцах людей единобожие, а потом стремился искоренить в людях поклонность к многобожию. Как же насадил он единобожие? Послушай, что говорит он. Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И еще. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, есть Господь единый. А вот как спасех он сорные травы многобожие. Богов же, литых, не сделайте себе и богам чужим, не поклоняйтесь. Я Господь Бог твой. Я Господь. Подобно этому сам Бог и Спаситель наш делает сегодня. В самом деле, после того, как недавно насадил он в душах наших добрую маслину милосердия, и венчал плод ее, то есть милосердных, и ублажил их, говоря, блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Сегодня, как и подобало, он посекает и истребляет у нас все суетное, что могло бы вредить милосердию. Вчера всех одинаково возбуждая к милосердию, он и бедных научил на примере бедной вдовы, истарепты седонской, чтобы у них бедность не служила предлогом к бесчеловечности. А с другой стороны, Иже, примером бедной вдовы евангельской, положившей в церковную сокровищницу две лепты, возбудил, чтобы они с усердием собирали богатство милостени, и тех, чье богатство созидается на волнах морских, он обуздал, внушая им, чтобы они отдавали лучше бедным, чем морю. А тем, кто на суше трудится для своего благосостояния, он показал, как нужно предупреждать нужду доброй воли, и как прежде нужды лучше воздавать почтение Богу, чем разбойнику. Таким образом, всех одинаково побудив к милостыне, и зная, что каждый склонен принимать похвалы, как светущее дерево, наклоненное к милосердию, а я как маслина, плодовитая в доме Божьем, Господь сразу же подавляет и сопутствующие милостыни тщеславия. Как именно? Смотрите, не творите вашей милостыни пред человеками, чтобы они видели вас, оговариваясь, что я не выбираю этого чтения нарочно, оно именно и следует далее по установившемуся, установленному ряду чтения. Смотрите, говорит он, Евангелие от Матфея 6.1, «Не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». В противном случае вы не получите награды. Подаяние милостыни на показ уничтожает награду, и тот, что поступает так, лишает себя будущей благостыни. Никакая другая страсть не вредна так душе, как страсть тщеславия. Ведь этим недугом человек заражается именно тогда, когда он сделал уже большие успехи в исполнении заповедей. Вот почему Спаситель и спешит с корнем посечь в нас эту страсть, научая нас творить милостыню тайно. Конечно, ты скажешь, что же, в таком случае совсем нельзя давать милостыню? Невозможно же, подавая бедным, или принося священникам, или опуская в церковную кружку, остаться незамеченным. И таким образом можно совсем поколебать в человеке расположение, вообще подавать милостыню. Но вот я желаю принести пользу душам моих друзей и братьев, избавить их от великого недуга, по милости Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и привести к исправлению обычного способа совершения этого дела. Конечно, тут речь прежде всего о расположении души, творящих милостыню, так как это и видно в особенности из прибавленных им слов. Когда делаешь милостыню, то не труби перед тобой, как лицемер. Это не означает, что они имели трубу, а что у них была только личина милостыню, душа же ополчалась на людей и выступала на показ пред ними. Не ради Бога творили они милостыню, надеясь на помилование от Него и получение обещанной награды старицею, но подавали, чтобы насладиться временной славою перед людьми. Они нисколько не лучше тех, которые соперничают на зрелищах и из-за пустой славы растрачивают свое имущество. Не ради полезного плода души, но ради пустой человеческой похвалы. И как часто эта похвала обращается в обиду, и многое, истратившее многое, и унижается. Посмотри, сколько тратят денег на конских скачках. И когда многое тратят, тогда в особенности утешаются худыми и потерянными людьми. Ведь слабость коней там точно переносится и на людей. Конь собьется, а бесчестье терпит честолюбец. Выходит, что бессловесный конь пал, и вместе с ним не спал и разумный человек. Нередко эти люди с слезами говорят, зачем напрасно погубил я свое состояние. Столько труда перенес и столько наказаний, а в результате лишился имущества, чтобы терпеть унижение от всякого сброда. О, сколько бедных могли бы обогатить эти деньги, брошенные на ветер. Скольким падшим помогли бы они подняться на ноги. Но нет. Как поток неудержима эта суетная щедрость и тщеславие. А поношение неразумных людей, в свою очередь, разрастается в целую реку. Одни презирают и губят собственные души, другие из-за лошадей разоряют свои дома. Но пусть они из пустого тщеславия и соревнования тратятся и терпят поношение. А нам должно научиться тому, как устроить нашу жизнь, сообразно с благочестием. Как тратить имущество, чтобы угодить Богу. И как посредством этих земных благ снискать себе благо небесное. Конечно, Христос не запрещает тебе подавать милостыню, но научает, как должно ее делать. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Здесь, конечно, не руки он имел в виду, но образно выразил то, что твой дурной рассудок не должен знать, что делает твоя добрая воля. Чтобы он не мог бы отвратить тебя от добра. Помышления человеческие, по божескому свидетельству, направлены к злу. Поэтому Спаситель и говорит, пусть это желание будет у тебя настолько сильным, чтобы и сам ты не знал. Для чего? Чтобы отец твой, видящий в тайне твою добрую и серную готовность подавать бедным, возлюбил тебя и воздал тебе явно. Для тех, которые делают милостыню, он учредил великое и блестящее зрелище. И чего могут желать милостиви, это им даровано в наивысшей степени. Пусть хоть тысячи людей видят вас подающими милостыню, только сами вы не обращайте внимания на них и не желайте от них временной славы. А если хотите говорить, иметь зрителей того, что вы делаете, на то есть ангелы и архангелы, и сам Создатель и Владыка всяческих. Если хотите людей иметь свидетелями ваших поступков и напоказ пред ними творить милостыню, тогда вы будете иметь сто или тысячи зрителей, одобряющих вас. Если вы будете стараться делать ее тайно от тех, которые хвалят настоящей жизни, и притом так тайно, что хотя бы некоторые прославляли вас, не принимайте этих похвал с удовольствием и не возносите ими. Но устраняйся от них и отклоняйте их, тогда в тот страшный день перед лицом всей Вселенной вы примете венцы славы. Если ты творишь милостыню для Бога и ради того богатства, которое там у Него собирается для тебя, а не ради временной славы, тогда Бог, принимая как бы собственные недра вашей подвиги милосердия, в присутствии всех людей от Адама до конца века, в присутствии всех ангелов, так как тогда будут предстоять тысячи и мириады ангелов, своими причистыми руками призовет вас со словами. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Придите сюда. Я принял ваши труды, я был на вашем иждивении. Когда ты простирал руки к бедному, я открыл мои недра. Когда ты давал хлеб твой бедняку, я через его чрево насыщался. Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. За это вот какой радости будете удостоены вы, милостивые. Если же напоказ перед людьми подавали вы милостыню, тогда от них получите и награду. Ведь кажется, это так понятно. Если именно напоказ хочешь ты делать, так старайся делать напоказ пред Богом. Он и увенчать имеет больше власти, и на зрелище приведет ангелов. А кто же настолько несчастен, чтобы, зная, что царь хочет прийти посмотреть его подвиги, вместо того предпочтет раскинуть свои зрелища перед толпой оборванцев и от них ожидать себе награды. Среди христиан таких не найдется. Да не будет. Все, что мы, христиане, делаем, все мы делаем, имея перед глазами Христа и призывая его имя. Ведь он в своем Евангелии указал нам путь спасения, чтобы мы, совершая всякую милостыню и упражняясь во всякое добродетели, все это делали во имя его и при его помощи. Так, если мученики предали свои тела беззаконным, они предали их, собственно, тому, кто сказал, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Более всего бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Затем. Храм или гостиницу устроили некоторые для всей вселенной, они сделали это ради того, кто сказал, «Странник был и ввели меня». Смирение ли мы упражняемся ради него же, делаем это, так как он сказал, «Боже, нанеси духом, ибо их есть царство небесное». Или подаем хлеб бедным, опять подаем ради него, памятуя его слова. Если кто напоит одного из малышей в чаши холодной воды во имя ученика, не погибнет награда его. Посещаем ли мы темницы, посещаем ради него, в темнице был и пришли ко мне. Одеваем ли вдов и сирос, одеваем его же, того, кто сказал, «Наг был» и одели. Вообще, раздаем ли что-либо нищим, все это принимает он, так как сделали одному из братьев моих меньших, мне сделали. Переносим ли у коризны насмешки язычников по поводу того, что поклоняемся распятому иудеями и оживотворившему вселенную. И это мы делаем ради него же. Блаженны вы, когда будут поносить и изгонят вас, и скажут о вас всякий злой глагол. «Лжуще на вас меня ради! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!» Итак, пусть никто не думает, что христианин творит милости на показ перед людьми, чтобы от них получить награду. «Да не будет!» Получив наставления в евангельских сокровищах и утвердившись в них, мы уверовали, и уверовав, получили спасение. Поэтому и проповедь наша заимствуется из евангельских чтений. А когда читаются святые евангелия, мы слушаем их не между прочим, и не с рассеянностью, но внимательно, бодро и со страхом воспринимая возвещаемое, не смущаясь помыслами, не сидя телом, не развлекаясь разговорами с соседями, ничего подобного не дерзая дозволять себе. Ни богатый, ни бедный, ни раб, ни свободный, ни мужчина, ни женщина, ни начальники, ни подчиненные. Даже сам царственный венценосец, тотчас, как только начинается чтение Евангелия, стоит со всяким страхом и с полным вниманием, и головы своей не решается покрывать венцом, но поникает ей перед Богом, беседующим через Святое Евангелие. С какими именно мыслями? Я знаю достоинство того, что даровал мне мое достоинство, поклоняясь перед царем, давшим мне мое царство, и стою со страхом, когда читаются его святые слова, именно так, как подчиненное мне по его воле начальство стоит при чтении царского манифеста. И чтобы не посмеялся еретик, говоря, что только на некоторое время цари притворно возведчить Христу, послушай, что говорит пророк, за много поколений изображая настоящее. Цари увидят его, и восстанут князья, и станут, и поклонятся ему все цари земные. Итак, узнай и убедись еретик, что в бесконечные веки пребывает царство Христа Бога нашего и благодать Его, венчающее всех христиан и руководящее их в Царство Небесное. Так и все христиане во всех своих поступках взирают на Него, и мы руководствуемся Его словами. Так, да просветится свет Ваш пред человеками, чтобы они видели Ваши добрые дела и прославили Отца Вашего Небесного. Ему слава и держава и власть и поклонение с единородным Его Сыном и всесвятым и благим и же творящимся сильным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.